Здравствуйте, уважаемые соотечники! Сегодня воскресенье, я отвечаю на вопросы, которые пришли ко мне по разным социальным сетям Instagram, Facebook, YouTube Сегодня пришли еще вопросы, но я выбрал наиболее злободневные вопросы, которые наиболее часто встречаются Следующую группу вопросов мы, конечно, обсудим в следующих эфирах Итак, я хочу начать с первого вопроса Первый вопрос звучит так Что делать с кредитами и займами? Работы нет, ничего не работает из-за карантина, нечем платить долги, работу не найти Есть какие-нибудь методы в таких случаях? Кто подскажет? Первый раз в такой ситуации с банками из АЧС Ну, уважаемые друзья, уже у нас карантин как бы уже второй И фактически страна всего лишь на короткое время вышла как бы в режим ограниченного карантина Но суть не сильно изменилась Дело в том, что действительно очень многие потеряли работу И сама власть зафиксировала, что где-то 4,2 миллиона было безработных Из общего количества работающих приблизительно 9,2 миллиона, по-моему Так вот, получается почти половина населения была без работы И затем власть после того, как люди вышли на работу в мае Через некоторое время заявляет, что приблизительно только по Алма-Ате 800 тысяч безработных Ну, как вы понимаете, наша власть регулярно врет И мы понимаем, что на самом деле ситуация очень плохая И в реальности около половины нашего населения работающего не имеет работу И действительно такой вопрос становится злободневным А что же делать? Я сейчас ежедневно разговариваю минимум по 60-80 человек Иногда бывает до 100 человек в день Это я работаю с ячейками И звучит одно Именно в период карантина наше население окончательно потеряло доверие К действующему политическому режиму султана Назарбаева И его так называемому президенту мебели, как я говорю, Хасмажимар Токаеву Иллюзий у никого нет Эта власть не может решить никакие вопросы Не выплатить пособия Не решить вопрос с лекарственными препаратами Все время врет Придумывает статистику Не говорит правду о смертях и так далее Даже эти несчастные 42 тысяч деньги не могут выплатить всем И обставляют такими условиями, что люди фактически получив деньги Они еще могут подвергнуться преследованию Поэтому мы считаем, что в соответствии общественным настроем Все понимают, что этот режим ничего не решит Поэтому, к сожалению, уважаемые друзья Когда вы говорите, что делать Ответ один Нужно добиваться смены этого политического режима Резервов валютных в стране порядка 90 миллиардов долларов И если считать, что годовой бюджет Годовой, я повторяю, республиканский бюджет Порядка около 30 миллиардов Резервов по заявлениям Нусултана Назарбаева-Такаева Хватит на 3 года Даже если вся страна не будет платить налоги Вот, собственно, то, что они заявляют А в реальности вы видите, что Имея такие резервы Назарбаев не намерен оказывать поддержку населению Которое не по своей воле село на карантин Не по своей воле потеряло работу А именно не из-за грамотных действий правительства Поэтому здесь я считаю, что Если сейчас правительство хоть какие-то движения делает Выплачивает 42 500 тенге Но это только благодаря, что Мы, политическое движение, демократический выбор Казахстана Совместно с нашими активистами Оказывали давление на правительство И правительство было вынуждено хоть что-то платить Но, если сейчас Практически основная часть населения Выйдет с требованиями поддержать То, что мы озвучили А именно по 100 000 тенге Каждому гражданину Включая младенцев Выплачивать в течение трех месяцев Он как бы, этот механизм Как бы компенсирует те потери Которые вы имеете В связи с выходом на карантин В связи с тем, что вы вышли В режим ЧП Сидели дома В связи с тем, что вы потеряли работу Именно это позволит каким-то образом Компенсировать ваши потери Во-первых Во-вторых Мы говорили, что требования нужно озвучивать Чтобы это правительство Компенсировало проценты Погасило вместо физических лиц И юридических лиц Малого и среднего бизнеса За четыре месяца проценты Банкам Начиная с марта Заканчивая июня И тогда, уважаемые друзья Это правительство выполнило бы Сумма, которую предстоит Выплатить правительству Там сумма небольшая В масштабах страны Это даже 500 миллиардов тенге Не будет, около миллиарда долларов В масштабах страны Это незначительная сумма Понимаете? Но здесь же как получается Что люди Не выходят активно На акции протеста Не выходят в социальных сетях Не озвучивают свои требования И правительство Дает, что называется С барского плеча 42 тысяч тенге И очень многие Не могут даже это получить И они даже и не просили Они не требовали Не возмущались Поэтому, уважаемые друзья Если вы будете спать Только причитать Писать в социальных сетях Ничего не изменится Надо требовать Надо требовать Выплачивать в течение Трех месяцев по 100 тысяч тенге Надо требовать Чтобы это правительство Погасило проценты По вашим кредитам Хотя бы Тогда Да Будет изменение И самое главное Даже если правительство Это сделает А мы понимаем Что Ситуация с карантином Будет плохая Пандемия будет развиваться Эта власть Ничего не сможет сделать Будет так же лгать Они и патенты полные Работают только на свой карман Здесь Если вы хотите Кардинально решить ситуацию В стране Кардинально хотите решить Вопрос работы И вообще другого качества жизни Единственный способ Добиваться смены этого политического строя И для этих целей Есть организации Демократические выборы Казахстана Присоединяйтесь к нам Соединяйте Созывайте ячейки Количество минимум По 5 человек Выходите на штаб Выходите на меня Это будет реальное кардинальное решение Не спите Не плачьте Не нойте Действуйте Следующий вопрос Задает вопрос Что происходит в городе Сатпаево Не выльются ли Ваши протесты В погромы по всей стране Уважаемые друзья Вы знаете Наверное Многие из вас Что в Сатпаеве Педофил Судя по всему Изнасиловал Маленькую девочку И возмущенные жители Этого города Стянулись К подъезду Где По версии Многих людей Он проживал И хотели Устроить Самосуд Почему люди Хотели устроить Самосуд Потому что Они не доверяют Нашей судебной системе Не доверяют Системе МВД Вообще Не доверяют Власти И собственно Когда появился Начальник полиции Города Джизказгана И пытался Эту ситуацию Отрегулировать По сути Получилось так Что Его Как он заявляет Его избили И Вы знаете Что МВД Решили Подтянуть ОМОН ОМОН Был изгнан Машина была Подожжена И так далее То есть Вы понимаете Что В этот период У людей Накопилось Возмущение Недоверие К власти Собственно Это и привело К тому Что их закидали Камнями Подожгли Машины Это Произошло В небольшом городе Садпаеве Где по моему 60-70 тысяч Человек живет Небольшое количество Люди Мирные И я могу так сказать Что Поразительно Мирные Им выплачивается Максимум 100-150 тысяч Тенге На предприятии Группы Компании Казахмыс Медная группа Которая Чистую прибыль Официально Показывала Международную Отчетность До 2 миллиардов Долларов Это 4 годовых Бюджета Карагандинской области Но вы представляете Чтобы таких мирных Людей Довести До такого состояния Это не только Ситуация была С педофилом Это Безусловно И было то Что Накопленное Недоверие К власти Ненависть Привело К вспышке Гнева И меня спрашивают Не приведет ли это Действительно Вот такого рода Выступления Митинги По громам Я хочу Привести Примеры Например Того же самого Хабаровского Хабаровского В России Провинциальный город Это Город Числить 600 тысяч Человек Вы видите Выходят Десятки тысяч Людей Чисто Никакого Хаоса Беспорядков И так далее Потому что Люди Объединены Единой Цели Они требуют Вернуть Бывшего Губернатора Фургала Которого Путин Арестовал Первый И второе Они требуют Отстатки Путина Они хотят Другое Будущее Эти сотни Тысяч Людей Объединены Высокой Целью Изменить Страну И в этих Условиях Конечно же Они когда Понимают Куда идут Им не нужно Ничего Жечь Разбивать Ломать И так далее Что происходит В нашей Стране В нашей Стране Эта власть Не дает Формировать Альтернативное Мнение Не дает Создавать Партии Преследует Активистов Убивает Лидеров Оппозиции Или выгоняет Из страны Шельмует Обманывает Представляет Их Ворами И бандитами И в этих Условиях Когда В основной Части Населения Есть Протест Против Власти Точнее говоря Ненависть Потому что Мало того Что обнищали Это Силовая Структура Султана Назарбаева Издевается Над нашими Гражданами И конечно Эта ненависть Выплюснулась Поэтому ОМОН Был По сути дела Изгнан Автобус Был подожжен Еще какие-то машины Полицейские Некоторые Были избиты И уважаемые друзья Да Есть угроза Но Такая угроза Беспорядков Она будет Только тогда Когда Вы Осознанно Не будете Заниматься Политической Деятельностью Когда Ярость Этот протест Просто будет Выплескиваться Приводит К разрушительным Последствиям И заканчивается Ничем Наша задача Построить Демократическую Страну Наша задача Изгнать Эту действующую Власть Отобрать у них Власть Посадить их В тюрьму Вернуть Богатство Нашему народу Построить Сильное Демократическое Государство Мы Так же Как и Жители Хабаровска Должны быть Объединены Этой Высокой Целью Мы Должны Действовать Мы Должны Объединяться В ячейке Выходить На акции Протеста Менять Этот режим И тогда Действительно Не будет Никаких Погромов Никаких Других Эксессов Потому что Мы будем Выходить На мирные Митинги И как я Уже говорил Что Когда Мирные Митинги Произойдут В столице В Алматы В Шемкенте Ряда других Городов У нас Власть Сменится Мирно Потому что 50 тысяч Человек В Астане Или в Алмате Они на одном Месте Стоять не будут Они просто Медленно Пойдут К зданиям Ахарды Или Акиматов Областных Центров И как вы понимаете Когда такая Масса Пойдет В сторону Место Где находится Представитель власти Мы прекрасно Понимаем Что власть Попытается Просто Убежать Потому что Нет никакой Возможности Ни со стороны Полиции Вообще Никакой Возможности Справиться С таким Количеством Людей Поэтому Уважаем Друзья Если мы Не хотим Хаоса Не хотим Беспорядков Давайте Заниматься Политической Деятельностью Встраивайтесь В наши ряды Открывайте Ячейки Выходите На прямой Эфир Со мной В узком Кругу Конфициальный Режим И мы В ближайшие Несколько Месяцев Будем Объединять Наш народ Добиваться Смены Режима Нам не нужен Никакой Хаос Ни погромы Полиция Также является Частью Нашего народа Они безусловно Должны Работать Народ Но это Произойдет Только тогда Когда нас Будет много Объединенных Единой целью Смены Политического Режима Следующий Вопрос Я слышал В июле О том Что будет Режим Компенсации Мы говорили Что те Активисты Которые Участвовали В митинге И подвергали Штрафам И гонениям Их Проблемы Будут Компенсированы Именно Все штрафы И так далее До миллиона Тенге Будут Выплачены И если Каким-то Образом Еще Как-то Пострадали Мы говорили Что те Кто пострадал В событиях Жан-Азене Получат Компенсацию Со стороны Правительства Демократического Выбора Казахстана Минимум По 100 тысяч Долларов Мы озвучивали Что такие Известные люди Как Арон Атабек Макс Бакаев Владимир Козлов И еще Других Известных Фигур Они безусловно Должны быть Награждены Правительственными Наградами Их Жизнь Является Борьбой Против этого Режима Я уверен Что Парламент Страны В обязательном Порядке Рассмотрит Ситуацию С ними И режим Компенсации Должен быть Значительным Как я считаю Что минимум По миллион Долларов Что касается Другого Другого вида Компенсации Мы озвучили Что Те активисты Те участники Протестов Которые Дойдут до Финиша До победного Митинга И Когда Произойдет Победный Митинг Когда режим Будет Сменен Каждый Из тех Кто участвовал В этих Митингах Получит Компенсацию В размере 10 тысяч Долларов США Вы можете Прийти С семьями С друзьями По 5 человек По 6 человек И каждый Из них Получит Компенсацию В размере 10 тысяч Долларов США Чтобы вы Не думали Что это Чьи-то Фантазии Даже Если выйдет На акции Протеста 500 тысяч Человек По 10 тысяч Долларов Это всего Лишь 5 миллиардов Долларов США Страна В состоянии Выплатить Такие Компенсации Потому что Этот режим Ежегодно Ворует Минимум По 30 Миллиардов Долларов И мы Озвучивали Показывали Детально Каким образом Эти 30 Миллиардов Крадутся И поэтому Безусловно Тем гражданам Которые внесли Свой вклад Освобождение От этого Диктаторского И воровского Режима Безусловно Будут выплачены Эти средства Они есть У нашей страны Мы их Безусловно Добудем И Есть предыдущие эфиры Июня Прошлого года Можно зайти В YouTube И увидеть Мы Расписали Механизм Каким образом Наши граждане Участвующие В победном Митинге Получат По 10 тысяч Долларов И все Вот все Что мы озвучили Следующий вопрос У меня спрашивает Вы по жизни Умеете признавать Свои ошибки Или вы всегда И во всем На 100% правы Теперь спустя время Вы можете сказать Почему Не сбылся Не сбылся Ваш прогноз Насчет доллара Значит И у вас Рассуждения Бывают ошибочными Ну Во-первых Я как любой другой человек Безусловно Могу ошибаться Но И конечно же Если ошибки Они очевидны То Любой разумный человек Их признает В том числе я Что касается доллара Вы можете Все мои выступления Поднять И посмотреть Внимательно Наверное Человек Который задал этот вопрос Он не все Внимательно прослушал Так вот Я все время говорил О поведении Доллара К тенге Что тенге Обвалится Называл сроки И все время говорил Но Я сейчас Эту ситуацию Звучиваю Таким образом Когда Национальный банк Государство Не будет Вмешиваться В процесс Формирования Реального Рыночного курса Тенге Правительство Заявляет Что И национальный банк Что якобы Это свободно Плавающий курс Что государство Там не вмешивается В этот процесс Так что Уважаемые друзья На самом деле Ситуация такова Что национальный фонд Плюс Национальный компаний Каждый месяц Тратят Сжигают Ресурсы От полутора Миллиардов Долларов До двух Миллиардов Долларов Один и пять Один и семь Миллиардов Долларов То есть Национальный фонд Продает валюту На бирже Ежедневно Фактически Режиме Ну и в течение Месяца Эти деньги В виде тенге Приходят Национальному фонду Национальный фонд Эти деньги Инвестирует В бюджет Страны Потому что Предприятия Сейчас плохо Работают Налоги Не поступают И текущие Поступления Таковы Что они Не покрывают Не покрывают Расходы Которые Формируются У бюджета Страны И поэтому Правительство Вынуждено Эти деньги Брать В национальном фонде Это сбережение Так называемый Фонд Будущих поколений Это наши С вами Ресурсы Которые По сути дела Сейчас Бездарно Тратятся Я все время Говорил Что Их Так сжигать Это глупо Лучше Эти деньги Раздавать Нашим гражданам Будет Больше Пользы А фактически Искусственно Сдерживается Курс тенге За счет Таких Инъекций За счет Того Что Валютные Резервы Которые Прилежат Будущим Поколениям Или даже Текущим Они просто Тратятся И поэтому Нынешний Курс тенге Он искусственный И он все равно Обвалится На Этой неделе Российский Центральный банк Объявил Что он Понижает Учетную Ставку И он Чуть более Четырех Процентов Если я не ошибаюсь У нас Порядка Девяти Процентов Видите В чем разница То есть Это говорит о том Что ставки России Падают Рублевые Это приведет К тому Что сейчас Рубль будет Поэтапно Девальвироваться А Тенге Привязан Тоже К рублю Мы находимся В едином Таможенном Союзе И очевидно Что мы будем Свидетелями В ближайшее время Ослабление Тенге Еще большего Сейчас идет Ослабление Тенге И произойдет Больше Ослабление Поэтому С учетом того Что Национальный Банк Совместно С национальным Фондом Каждый месяц Сжигают От полутора До двух Миллиардов Долларов В месяц Тенге Еще как-то Держится На плаву Но неизбежно Тенге Будет Обесцениваться Обваливаться И все это Зависит От Объема резервов В национальном Фонде Он не безграничный Если так Бездарно Эти ресурсы Будут сжигаться Скоро Мы там Быстро Потеряем Все резервы Которые Накоплены Поэтому Я в этом смысле Не ошибся Я все время Говорю Что есть Нерыночный Фактор Административный Когда правительство Все время Обливает В доллары А если Будет формироваться Курс Рыночный На основе Спроса И приложения Когда Компании Продают Валюту И кто-то Другие Компании Покупает А тут Получается Государство Свои резервы Сжигает 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 И мне говорят Что Наверное Вы ошиблись Нет Уважаемые Друзья Я не ошибся Это я специально Оговорил В своих выступлениях Итак Следующий Вопрос А Что Если люди Снимут Эту власть Но вас В этой власти Видеть не захотят Какова будет Ваша реакция Я по этому поводу Уже много раз говорил Что Когда Произойдет Смена Этого политического Строе Будет Временное Правительство Сроком На 6 месяцев В течение 6 месяцев Любой Желающий Может создать Партию Даже в количестве Трех Участников И затем Участвовать В парламентских Выборах Затем Депутаты Избранные Народом Приходит Парламент И выбирает Легитимное Правительство Должность Президента Ликвидируется Так вот Мне задают Вопрос А если Вот Вы возглавите Временное Правительство Затем В течение 6 месяцев Будут Выборы Депутатов И так Получится Что вы Не сможете Победить На выборах Не победить Партии Демократического Выбора Казахстана И вас Не изберут Премьер-министром Вот так Звучит вопрос Хочу сказать Следующее Очень Такое Не очень Сильный аргумент Звучит Что А если Народ Сменить режим Чтобы Сменить режим Нужно Организовать Выступление Народа Должна быть Специальная Команда Людей Должна быть Программа Действий Организация Должна объявлять Дату Митинга Всем этим Процессами Надо Управлять Народ Сам по себе Не может Просто взял И выйти Если за 30 лет Это не произошло То почему Это должно Произойти Сегодня Этого Не произойдет Это произойдет Только тогда Когда Есть политические Организации Есть Лидеры И Уважаемые Друзья Когда Мы Демократический Выбор Казахстана Добьемся Смены Режима Именно В результате Поддержки Нашего народа И мы Возглавим Временные Правительства Поверьте мне Именно Победители Победят На Выборах В течение 6 месяцев Парламентские Выборы И придут Власти Так не бывает Если мы Победим Эту власть Сменим Режим То почему Вы считаете Что люди Проголосуют За тех Кто вообще Не участвовал В борьбе Или за тех Кто только Хочет Участвовать В борьбе Это надо Заслужить Доверие Заслужить Поддержку А когда Мы Сменим Режим А это Возможно Только тогда Когда мы Получим Массовую Поддержку Поэтому Это вопрос Очень Некорректный Ну если Вдруг Теоретически Тем не менее На выборах Демократический Выбор Казахстана Почему-то Проиграет Мы Примем Это поражение Потому что Это выбор Народа Мы Снова И снова Будем Участвовать В новых Выборах Чтобы Победить И реализовать Те программы Демократический Выбор Казахстана Программы Политический Реформ И программы Экономический Реформ Это все Будет Честно На выборах Открыто Я убежден Что мы Победим Следующий вопрос Мне говорят Следующим Образом Звучит Сентября Нам уже Объявили Что будет Дистанционное Образование Что вы думаете По этому поводу Как мать Я вижу Что качество Образования Ниже Плинтуса Как мы Должны Работать Когда дети Будут Целый День Дома Учителя Требуют Домашнюю Работу До Шести Вечера Что нам Делать Ну Во-первых Министр Образования Заявил Что У детей Не хватает 700 тысяч Компьютеров Ну В любом Случай Там Скажем Технический Средств Который Позволит Им Участвовать В системе Дистанционного Мы понимаем Что Около Пяти С половиной Миллионов Детей Которые Учатся В школах Реальности Около Сорока Процентов Сельской Местности И остальная Часть Горожан Значительная Часть Если не Основная Не имеет Компьютеров Поэтому Когда Министр Образования Говорит Что Всего Лишь 700 тысяч Нужно А это В любом Случай Большая Цифра Мы понимаем Что Он Вводит Заблуждение Всю Страну Как минимум У половины Учащихся Нет Этих Компьютеров Это Как минимум 2-3 Миллиона Это Первое Второе Мы все Прекрасно Знаем Что В нашей Стране Интернет Плохой Даже Более Менее Крупный Городах Не говоря О других Населенных Пунктах И Мы понимаем Что Дети Которые Находятся Сельской Местности Они Не смогут Получить Доступ К интернету Не говоря О том Что Особенно Сейчас Наше Население Не имеет Работу За интернет Надо платить Интернет Не бесплатный То Опять же Это еще Приведет Провал Ну и еще Представьте себе Что С первого Сентября Дети Должны Сидеть Дома Проводить Так называемое Дистанционное Обучение А что Делать Родителям Основная Часть Родителей На работе Кто Останется С детьми Им Будет по 7 8 9 10 11 Лет Кто Останется С детьми Кто Будет С ними Работать Ну и Еще Вы Прекрасно Знаете Что Наша Основная Часть Населения Не имеет Доступ Современным Технологиям К смартфонам К компьютерам Они Просто Не имеют Навыков Не умеют Обращаться Не смогут Зайти Войтись В различные Режимы Онлайн Групповые Дистанционные Механизмы Обучения Мы все Это прекрасно Понимаем У нас Население Не подготовлено И Все это Выглядит Просто Позорно Когда И правительство И министр Образования Заявляет Что мы Оказывается Сможем Проводить Дистанционное Обучение Вы же Знаете Что в марте Это все Провалилось Интернет Просто Умер Просто Интернет Не говоря О том Что У основной Часть Населения Нет Компьютеров Поэтому Это Очередной Провал Это Приведет К тому Что Наши Дети Не получат Нормального Образования И вообще Дистанционное Образование По моему Глубокому Увеждению Она может Быть Только Частичным Она не Может Быть Полным Потому Что Очень Важно Чтобы Дети Ходили В школу Чтобы Они Видели Других Общались Между Собой Шел Период Становления Их Как Личности Они Оценивали Своих Друзей Их Человечки Качества Они Должны Конкурировать Они Должны Видеть Пример На этом Собой Что Кто Лучше Учится Кто Хуже Он Должен У них Учиться Это Ребенок Должен Видеть Учителя Понимать Чувствовать Его Влияние И Когда Всего Этого Не Будет Когда Он Будет Просто Сидеть Дома Вы Все Прекрасно Понимаете Что Это Фактически Приведет Деградации Личности Что Это Маленькая Личность Не Будет Знать Мир Будет Видеть Только Через Окошко Компьютера Вы Помните Когда Появились Калькуляторы Нас В школах Сначала Заставляли Учить Таблицу Умножения Чтобы Мы Могли Сами Умножать Складывать И Только Тогда Когда Эти Получили Навыки Только В этом Случае Можно Было Пользоваться Калькуляторами То же Самое Сейчас Попыткой Перевести На Дистанционное Обучение По сути Дело Приведет К тому Что Наши Дети Превратятся В зомби Которые Будут Мир Видеть Через Окошко Компьютера Реальность Будет Долегать От них Поэтому Я считаю Что Такой Подход Как Ведение Дистанционной Системы Обучения Фактически Разрушит Нашу Систему Образования И Тогда Будет То Что Сказал Образование Вон Дворники Становятся Миллионерами Ну Наверное Он имел Ввиду Своего Брата Сантехник Который Вообще Никогда Ничего Не делал И стал Сейчас Миллиардером Ну Вы Как Понимаете Вся Страна Не может Быть Братьями Нурсултана Назарбаева Поэтому Мое Отношение К этому Предложению Или К идее Правительства Что Якобы Мы Проведем Систему Дистанционного Обучения Негативное Это ударит По нашей Стране Очень Сильно Отбросит На многие Десятки Лет Назад Мы Станем Ниже Уровня Самых Отсталых Африканских Стран Поэтому Уважаемые Родители Надо Протестовать Надо Выступать Выступать В социальных Сетях Не Молчать Только Таким Образом Можно Добиться Чтобы Эта Провальная Идея Правительства Не Была Реализована Иначе Вы Потеряете Своих Детей Следующий Вопрос У меня Спрашивает Следующее На этой Неделе Люди Собрались Почтить Память Убитого Дулата Годила В его Родном Селе Талабкер Когда Вы Придете К власти Вы Не забудьте Тех Активисты Которые Погибли Как Дулата Годил Пострадали От Этой Власти Я Уже Говорил Что Демократический Выбор Казахстан Разработал Программу Компенсации Мы Все Знаем Что На этой Неделе Большое Количество Активистов Со всей Страны Даже Таких Городов Как Актау На расстоянии Четырех Тысяч Км Люди На машинах Приехали Поддержать Семью Годил 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 И Там Сейчас Именно В результате Этих Усилий Завершается Строительство Дома Для Семьи Дулата Годил Безусловно Когда Власти Придет Правительство Дулата Годил Извините Демократический Выбор Казахстана Мы Поддержим Семью Дулата Годил И Сейчас Когда Власть Убила Подло Убила Дулата Годил В тюрьме Пытаясь Запугать Нас Мы Видим Что Нет Никто Не Испугался Наоборот Это Объединило Нацию Сейчас Даже После Смерти Дулата Годил Мы Видим Как Его Имя Объединяет Людей Объединяет Активистов И В этом Смысле У него Огромная Заслуга Он Сдел Огромный Вклад В становление Нового Государства Изменение Сознания Наших Граждан Который В итоге Приведет К смене Этого Политического Режима Я Считаю Что Пришло Время Озвучить Это Собственно Я Слышу Эту Идею В социальных Сетях Что Аэропорт Имени Нурсултана Назарбаева Будет Переименован Это Будет Аэропорт Дулата Годила И Мы Народ Казахстана Правительство Назначенные Парламентом Страны Безусловно Должны Дать Данное Уважение Дулату Годилу Увековечить Его Имя И Поддержать Его Семью И Выплатить Значительные Суммы Компенсации Чтобы Каким-то Образом Поддержать Его Семью Поэтому Я считаю Что Мы Не Забудем И Не Должны Забывать Следующий Вопрос Во Время Пандемии Коронавирус В Казахстане Режим Показал Свою Полную Недееспособность Они Буквально Все Сбежали Так Назваемые Отпуска Самоизоляцию Бросив Народ На Произвол Судьбы Гражданскому Обществу Пришлось Самим Стать Антикризисными Менеджерами Путем Самоорганизации Оказания Взаимопомощи Друг Другу Может Ли Политическая Импотенция Режима В период Пандемии Стать Концом Этого Режима Да Уважаемые Друзья Я Сейчас Только Озвучил Что Ежедневно Я разговарив Миним От 50 До 100 Человек Это Членами Тех самых Ячеек Которые Организуются Для Мобилизации Нашего Протестного Потенциала И смены Политического Режима И все Они говорят Именно Этот Карантин Так называемый Действие А точнее Бездействие Правительства Назарбаева Такаева Подтолкнуло Их На окончательное Для себя Решение Добиваться Смены Этого Политического Режима И поэтому Я согласен С этим Вопросом Что Это Бездействие Со стороны Режима Нусултана Назарбаева Приведет К смене Этого Политического Режима Так это Будет И наша Задача Добиться Этого До конца Года Во всяком Случае Мы все Себе Эту Цель Поставили У меня Здесь Спрашивает Пишет Человек Я вот Думал Что наши Депутаты Мажористы Живут В обычных Служебных Городских Квартирах И с удивлением Узнал Что они Живут В центре Коттеджном Поселении Площадью Целый Город Большой Площадью И там Целый Город Будь вы Премьер Министром Вы бы Упразднили Сократили Выставили бы Эти дома На приватизацию Уважаемые Вот на этой неделе Было Распространено Видео Где Для 100 депутатов Строить Коттеджи Стоимостью 500 миллионов Тенге Приблизительно 1 миллион 200 тысяч Долларов Но Представьте себе Там чуть более 100 депутатов Им строят Целый Город Эти депутаты Работают В течение Периода Которые Избрали 4 года Им построили Дворцы Построили Огромный Дворец Где они Будут встречаться И это Происходит Сейчас В условии Когда Нашему Населению Не могут Выплатить Даже 42 тысячи Тенге Представляете Цинизм Депутаты Депутаты Которые Должны Представлять Интересы Народа Они Получают Дворцы На самом деле Это подкуп Мы понимаем Что это подкуп Организованный Насултаном Назарбаевым Чтобы они Принимали Тельные Законы В угоду Назарбаеву Он дарит Им дворцы Как Будет При Новом Правительстве Демократические Выборы Казахстана Безусловно Все эти дворцы Будут проданы И деньги Возвращены Бюджет Страны Депутаты Безусловно Должны Жить Достойной Жизнью Они будут Представителями Народа Они будут Работать На народ И конечно Должны быть Для них Нормальные Условия Работы Но Хорошие Квартиры Которые Сейчас Имеют Депутаты На период Работы В парламенте Они Вполне Удовлетворяют Этим требованиям И поэтому Я конечно Удивлен Что для Депутатов Строят Еще дворцы Ну Понимая Что Назарбаев Таким образом Их подкупает Чтобы они Не реагировали На нужды народа А подписывали Всякие решения Как Астану Поменять Нур-Султана За 5 минут Университеты И все прочее Все законы Принять Назвать его Вечным президентом По жизни Должность И так далее Поэтому понятно Что Когда будет Правительство ДВК Когда власть Будет под контролем Народу Этого Не будет Мы все Это Отменим Далее у меня Спрашивают Что вы думаете Насчет помощи От государства На продукты Для инвалидов Малоимущих В размере 2 МРП Где-то 5500 тенге Ну Друзья Это Когда Правительство Токаева Объявило Что якобы Некие пакеты Будут раздавать Представляете Они там Где-то На складе Это все Собирали Упаковывали Потом Выделяли машины Потом Они вели Учет То есть И в итоге Там небольшое Количество Пачек Макарон И каких-то Продуктов Ну Народ Посчитал Это Предведительно 5000 тенге И получилось И вот Для того Чтобы этот продукт Раздать Они нанимали Машины Там Куча людей Работало И так далее И конечно Тогда Мы в марте Смеялись Над Токаевым Над его Глубости Говорили Ты лучше Отдай Людям Деньги Больше Пользы Будет Потому что Эти 5500 Тенге Они реально Превращались В несколько Раз больше Потому что Кто-то Должен был Упаковывать Арендовать Помещение Это Складывать Потом На машинах Развозить До людей Звонить Это Огромное Количество Людей И реально Получалось Они хотели Выдать 5000 Тенге А получалось Разум Возобладал Но что Они дали 5500 Тенге Что такое 5500 Тенге Люди Посчитали Это 2 килограмма Мяса Это Разве Помощь Это Издевательство Это Издевательство В условиях Особенно Когда Комитет Национальной Безопасности В условиях Дефицита Как говорит Покаев Денежных Средств В условиях Когда сокращали Расходы Страны Выделили 50 миллиардов Тенге Ведомству Комитет Национальной Безопасности Которая Вообще Бесполезная Которая По сути дела Занимается Только охраной Нурсултана Назарбаева Вы видите Какое Издевательское Отношение Социально Незащищенным Слоям Населения Выделить 5500 Тенге Просто Позор Здесь Еще Вопрос Прогнозирует 12-7% Бедности В этом Году Как далеко Мы зайдем Если только В этом году Нищих будет 800 тысяч Человек Ваше мнение Заранее Спасибо Друзья На самом деле В нашей стране Как минимум 60% Бедный Не 12,5% Минимум 60% Потому что По оценкам Всемирного банка Человек Считается Бедным Если он Получает На членов семьи В среднем Где-то 150 долларов То есть Если ваша семья Состоит из Четырех человек Значит Вы должны Суммарно На каждого Иметь по 150 А суммарно 600 долларов 600 долларов Это приблизительно 250 тысяч Тенге Это тогда Когда Супруги На уровне 60-80 Тенге До 100 Тенге И поэтому Мы Точно знаем Что Свыше 60% В нашей стране Бедные Бедные И не какие-то 12,5% И 800 Тысяч Человек 60% Минимум Вот Такая К сожалению Ситуация Чтобы вы Знали Правду Это опять Очередная Лживая Статистика Нашей власти Следующий Вопрос Мне Говорят Следующее Что Когда Сменится Власть Будут Выборы Парламент И Депутаты Которые Будут Представлять Тульную Местность Считается Что Возможно Их Подкупит Народ Не народ А местные Богачи И тогда Якова У власти Будет Клан Неких Богачей И бандитов Уважаем Друзья Но Это Все Ваших Руках Будет Когда Произойдет Смена Политического Режима Аким Областей Городов Районов Будет Избираться Если Вы Хотите Чтобы Мы Построили Честное Государство А это Сейчас Основной Позыв Наших Граждан Все Хотят Смены Режима Все Хотят Справедливости Значит Вы Хотите Что Чтобы Местная Власть Правительство Депутаты Были Честными Работали На народ Это Главный Посыл Если Нас Таких Большинство То Конечно Я Не Сомневаюсь Что Аким Областей Городов И Районов Депутаты Будут Избраны Именно Достойные Представители Нашего Народа А Если Основная Часть Хочет Чтобы Во Главе Стояли Богачи Какие Узкий Круг Или Бандиты Как Мне здесь Написали Ну Значит Что Мы Не Хотим Изменить Ситуацию Мы Хотим Чтобы Один Бандитский Режим Султана Назарбаева Был Заменен На Другой Бандитский Нет Не Так Именно Поэтому Сейчас Основная Часть Населения Возмущена Присутствием И действием Режима Назарбаева Все Хотят Тотальной Смены Поэтому Принцип Выбора Прозрачник Открытых Выборов Придет К тому Что К власти Придут Ваши Представители Те Которые Будут Реализовывать Ваши Требования Вот Собственно И все Я считаю Особых Серьезных Угроз Нет Да Какие-то Люди Наверное Просочатся Но Это Их Будет Единицы Основная Часть Будут Те Кто Будет Работать На Народ Дальше У меня Спрашивает В каких Банках Хранить Деньги Депозиты Назарбаевским Банкам Не доверяя В связи С их Будущим Банкротством Я Сразу Хочу Заявить Когда Правительство ДВК Придет К власти Все Банки Назарбаева Их Почти 90% Будут Национализированы Государство Их Все Будут Государство Их Все Конфискует У Назарбаева Их Приближенно Первое Сейчас Когда вы Спрашиваете Где Держать Деньги Я хочу Сказать Что По итогам Полугодия Официальные Власти Объявили Что Банкам Не вернули Проценты И кредит На сумму 1 триллион Тенге 2,5 миллиарда Долларов Но Это Опять же Лживая Статистика Реальность Как всегда Хуже А ситуация Заключается В том Что Многие Из вас Получили Отсрочки На 3 месяца И Финансовый Назарб Сказал Чтобы Банки В своих Балансах Не отражали Убытки Когда Идет Невозврат Кредитов И неоплата Процентов Банки Должны Показывать У себя Отражать Убытки Потому Что У вас Есть Право Дать Отсрочку Соответственно Они Баланс Рисует Что У них Не было Плохих Кредитов Но Даже При этих Обстоятельствах Банки Показали Что Им Не Возвратили 1 триллион Тенге 2,5 Миллиарда Долларов Но Реальность Такова Что Мы Знаем Видим Что Невозврат Составляет Не 1 триллион А Минимум 3 триллиона Тенге Или Порядка 7,5 Миллиардов Долларов В Октябре Масштаб Потерь Будет Еще Больше Порядка Минимум 15 Миллиардов Долларов Банки Потеряют Свои Деньги Потому Что Вы Не Имейте Работу Потому Что Вы Не Можете Оплачивать Ни Проценты Ни Основную Сумму Грудита И Приблизительно В Придется Вливать Деньги И Сразу Хочу Сказать Эти Проблемы Будут Во всех Банках Включая Банки Типа Халык Банк Это Банк Зятия Нурсултана Назарбаева И Даже Если Он Украдет Деньги Из бюджета Страны Как Он Каждый Год Делает Вольет Туда Стабилизирует Эту Деятельность Этих Банков Все Рано Мы Придем Национализируем Банки Будут Находиться В Критической Ситуации Следующий Вопрос Здесь Режим Назарбаева Такаева Обманул Медик Пообещать Им Много Таких Выплат Во время Пандемии Теперь Отказывается Платить Сылает Что Они Заболели Или Умерли От Пневмонии А не От Коронавируса Вы Человек Слово У меня Спрашивает Вы Полните Ли Социальную Программу ДВК После Прихода К Социальная Программа ДВК Она Четко Рассчитана И Мы Ее Безусловно Будем Выполнять И Вопрос Не во мне Лично Эта Программа Мы Предложим Нашим Избирателям И Когда Избиратели Нас Поддержат Мы Конечно В течение Четырех Лет Пока Будет Работать Наше Правительство Будем Исполнять Эти Программы Безусловно Но Здесь Не требуется От меня Какого-то Личного Слова Обещание Система Политическая Будет Выстроена Так Что Никто Не должен Ориентироваться На Просто Обещание Да Это По сути Дела Шаг Для того Чтобы Вы Доверились И Проголосовали Но Если Наша Партия Демократический Выбор Казахстана Короткие Сроки Год Два Не Исполнить Свои Обещания Депутаты Собираются В парламент И отправляют В отставку То есть Мы Создаем Политический Механизм Систему Которая Заставляет Те Кто Взял На себя Обязательство Исполнить Обещанные Программы И поэтому Вопрос Не стоит Что я Личный Человек Слова Я Обещаю И так Дали Я Звучу Программы ДВК И есть Механизм Контроля И Принуждение Чтобы Эти программы Были Исполнены А если нет То Такое Правительство Парламент Отправляет В отставку Ну и Последний Вопрос Это По поводу Хабаровска Всенародно Избранный Жителями Хабаровского Края Губернатор Сергей Фургал Оказался Эффективным Менеджером И публичным Политиком В отличие От наших Акимов Назначенных Назарбаевым И которые Во время Пандемии Коронавирус Вместе Со своим Назарбаевым Спрятались В бункерах Как думаете Прямые выборы Акимов областей Могут помочь Регионам В их развитии Да Уважаемые друзья Потому что Сейчас Акимы Назначаются Назарбаевым И они Работают Только Назарбаевым Вы все Знаете Что Аким Областей Богатый Вокруг них Кучка Небольшая Поддерживающих Местных Бизнесменов Они тоже Богатые А народ Нищий И бедный Почему Это происходит Потому что Эти Акимы Назначаются Назарбаевым Они зависят От народа А когда Выборы Будут Именно Происходить Таким образом Что народ Будет голосовать За своих Представителей За честных Сильных Думающих О своей стране Тогда безусловно Ситуация Изменится Собственно Это произошло Хабаровском крае Именно Поэтому Сотни тысяч Граждан Хабаровского края Граждан России Они вышли Потребовали Вернуть его Обратно А когда Путин Это не Исполнил Сотни тысяч Людей Потребовали Отставки Самого Путина Так будет И у нас Поэтому Прямые Выборы Акимов Областей Городов Районов Выборы Судей Выборы Депутатов Это Самый Эффективный Способ Управления Государством Который Реализовался Во всех Ведущих Странах Мира Мы не Должны Никого Назначать Народ Должен Избирать Поэтому Я убежден В результате Таких Выборов Мы построим Именно Сильные Государства Просветающие Активные Общества Мы действительно Обойдем Число Ведущих Стран Мира Потому что Наши Государства Богатые Наш народ Талантлив В нашей стране Есть огромные Возможности Нам нужно Поменять Принцип Управления Построить Демократическое Государство Чтобы Органы Власти Напрямую Подчинялись Народу И тогда Народ Будет защищать Тех Кого Он избрал Уважаемые Друзья На сегодня Я завершаю Свой эфир Я ответил На многие Вопросы Будем готовить И следующие Эфиры Соответственно Ваши Вопросы Сау Бонгзар Спасибо За сегодня За сегодняшний Ветер